Здравствуйте! В эфире программа события в студии Лариса Шлафаст. Все самое интересное за прошедшую неделю в нашем выпуске. Вначале коротко о главных темах. Приехали! Южный мост в Самаре закрыли на ремонт. Как теперь добираться до центра жителям Куйбышевского района? Проверка готовности. Главное командование сухопутных войск проверяет самарских связистов. Они сошлись. Футбол и космос. Стадион Самар-Арена посетил космонавт Олег Кононенко. Нужен нам берег Турецкий. В аэропорту Курумыч встретили первый рейс турецкого перевозчика. Новое лицо памятников архитектуры. В Самаре завершилась реставрация еще трех объектов культурного наследия. В Самаре приступили к ремонту Южного моста. Теперь работают только две полосы по одной в каждую сторону. Изменилось и движение общественного транспорта. А пассажирам приходится проходить один участок моста пешком. На какой срок затянется ремонт и как теперь добираться до центра жителям Куйбышевского района? Расскажет Валерия Макарова. Уже этой ночью закроют половину Южного моста по всей длине. Здесь начинается капитальный ремонт, которого ждали много лет. Конечно нужен. А вы зимой ездили? Ну там дыры были. Он уже ветхий, его надо ремонтировать. Много очень дыр. Постоянно они возникают. И образуется геотрейская погрессия. Поэтому его надо капитально ремонтировать. Будем ездить через Южный мост. Нам подходит. Ну утром пораньше выезжать и все. Грузоподъемность моста на время ремонта уменьшится до 3,5 тонн. Поэтому движение грузового транспорта полностью ограничат. Для безопасности людей принято решение сделать схему движения с пешим переходом. Мера вынужденная, но только она позволит быстро завершить ремонт. Маршруты следующие из Куйбышевского района будут направляться вот сюда под мостовой переход. Здесь будут пассажиры выходить, подниматься по лестнице и проходить до ближайшей остановки общественного транспорта, которая находится на улице промышленности. Пешеходный маршрут займет 6-8 минут. Делать остановки под мостом будут автобус номер 63-66-215-26. Важно сохранять билеты. По ним пассажиры бесплатно смогут продолжить поездку с остановок на пересечении Авроры с улицы промышленности. Кроме того, будут курсировать 7 дополнительных электричек. В мае планируется организовать и речную переправу. Автобусы по дачным маршрутам, которые шли через Южный мост, теперь будут отправляться с Хлебной площади. Оттуда же транспорт городским кладбищем. Интервал движения сохранится, а при необходимости на линию выйдут резервные машины. Сейчас территория под мостом, где будет останавливаться общественный транспорт, приводит в порядок, завершается ямочный ремонт. Вывезли весь мусор, который зимний при накоплении. Осталось буквально, я думаю, до вечера. Мы это закончим. Нам останется поставить 6 урн. Во время капитального ремонта обновят дорожное полотно, тротуары, укрепят несущие конструкции и пролетные строения. Основной вид работ – это замена деформационных швов. По словам подрядчика, закончить ремонт планируют в три раза быстрее, чем предполагается проектом. Данный проект был разработан проектировщиками на 21 месяц срок производства работы. Мы намереваемся закончить все это где-то в октябре месяце, в конец октября. За счет круглосуточной работы и увеличенного количества техники и русского состава. Гарантия на обновленное дорожное покрытие – 5 лет, на конструкции объектов – 8 лет. Если в это время возникнут дефекты, подрядчик будет устранять их за свой счет. Валерия Макарова, Сергей Баскин, Константин Головин. События. Проверка готовности. На полигоне под Самарой развернуты новейшие системы связи. По всей России идет смотр войск по итогам зимнего обучения. Самарскую бригаду проверяет главное командование сухопутных войск страны. На полигон вместе с военными отправилась и Марина Кравцова. Рота, подъем! Тревога! 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 Подъем по тревоге, моментальный сбор, все отработано до мелочей. Военные демонстрируют слаженность действий. С оружием в руках и в полной экипировке, готовы к бою. То, что тревога учебная, поблажек не дает. Самарские связисты отчитываются перед командованием сухопутных войск России. Будут проверять готовность войск подразделений бригады на способность выполнять боевые задачи. Контрольная проверка войск за зимний период обучения проходит по всей стране. В ней участвуют около 400 воинских частей и соединений. В этом году Главное командование сухопутных войск России проверяет 2-ю общевойсковую армию Центрального военного округа. По тревоге подняты все подразделения управления армией. Основные действия разворачиваются здесь, рядом с Самарой. Военнослужащие 91-й бригады связи приведены в полную боевую готовность и отправляются на полигон, где и будут развернуты новейшие системы связи. Войска связи – нерв армии. Именно они обеспечивают оперативное управление командования боевыми подразделениями. Сегодня на вооружении у связистов самая современная техника и передовые разработки. Вся мощь цифровых технологий сосредоточена в мобильных комплексах «Редут». Сверхбыструю передачу информации они могут обеспечить в любых условиях. И в лютый мороз – минус 50 градусов, и в жару – до плюс 50. Его способности очень велики. Пропускная способность каналов до 160 мегабит в секунду. Информационные потоки передаются по четырем направлениям. Новый образец вооружения признан одним из лучших образцов на данном этапе. На этот раз связистам приходится работать практически по колено, в грязи и снегу, при этом в полной экипировке и с оружием. Но в суровом условии не привыкать. Нормативы укладываются. Сейчас идет завершающая стадия подготовки техники. И совсем скоро будет налажена связь. Вечение связистов проходит на радиусе около трех километров, где расположены небольшие группы. Их задача – обеспечить связь между воинскими подразделениями и штабами армии и округа. Причем работать она должна не только в нормальных условиях, но и в случае сильных искусственных помех. При этом разговоры военных будут полностью защищены от прослушки. Задача, конечно, не из простых. Тяжеленное оборудование военнослужащие монтируют буквально в считанные минуты. Кроме силы физической, современные военные вооружены и знаниями. Связисты, как системные администраторы. Мало поднять мачту, нужно еще и компьютером владеть мастерски. Оборудование позволяет передавать не только команды, но и видеоизображения. Она может поток давать, цифровые аналоги принимать и выдавать. В учениях задействовано около 200 единиц техники. Новые технологии позволяют устанавливать связь на тысячи километров, при этом обеспечивая абсолютную защищенность сигнала. Марина Кравцова, Артем Сулайманов, События. На этой неделе Самара отпраздновала День космонавтики. Город по праву называют космической столицей России. Полвека назад в Куйбышеве наладили серийное производство ракет. А сегодня Самарские союзы стартуют с четырех космодромов мира и считаются самым безопасным транспортом для полетов на орбиту. О космическом прошлом, настоящем и будущем Самары – репортаж Валерии Макаровой. Желаю вам доброго полета! Поехали! День 12 апреля 1961 года стал поворотным в судьбе человечества. Юрий Гагарин открыл миру дорогу в космос. Его ракеты и двигатели к ней были сделаны в Куйбышеве. А после все российские космонавты свой путь на орбиту проделали на Самарских союзах. Мы находимся около центральной проходной легендарного завода «Прогресс». В цехах этого предприятия творят космическую историю всей страны. Это здесь были изготовлены первые две ступени гагаринской ракеты, а после созданы более 10 модификаций ракет-носителей и около 30 видов космических аппаратов. Столь хороши самарские ракеты, что могут взлетать и из казахских степей Байконура, и из сибирской тайги с космодрома Восточный. Им покорились даже джунгли Южной Америки, а именно космодром во французской Гвиане. Первую для России тропическую ракету доверили создавать специалистам РКЦ «Прогресс». Так появилась новая модификация союза – «Союз-СТ». А в Гвиане побывали несколько сотен самарских ракетостроителей. Каждому пришлось сделать прививку от желтой лихорадки. Безопасности ради. Новые условия работы поначалу самарцев пугали, но ко всему привыкаешь, помогла и закалка российских космодромов. Не так страшен, черт, как его молюют. Не очень-то там и жарко, не очень-то там и влажно. Да, дожди бывают, но к этому как-то достаточно быстро привыкаешь. На наших космодромах иногда бывает тоже. Не просто в плане климата. РКЦ «Прогресс» – лидер по созданию ракет-носителей среднего класса. Однако в планах у предприятия новые цели. То, что касается дальнейшей программы, то мы ожидаем на открытие конкурса на фрагмент ракеты супертяжелого класса. И в этом конкурсе будем участвовать. Недаром Самару называют гаванью межпланетных кораблей. Отсюда покорять космическое пространство отправилось уже больше 1800 ракет. Космос пойдет дальше. Освоение Луны и планет. На это прогресс не остановишь. Человек все равно будет рваться. Валерия Макарова, Константин Головин. События. Космические гости на стадионе Самара-Арена. Посол чемпионата мира 2018, космонавт Олег Каноненко, приехал на самую масштабную стройку города. Он уже бывал там год назад. Как изменился стадион и почему он похож на космодром, смотрите в нашем следующем сюжете. Добрый совет. Какие инженерные расчеты должны быть выполнены. Видишь, конструкция нависающая. Опытным взглядом инженера Олег Каноненко сразу оценивает сложность купола стадиона. Ведь для того, как стать космонавтом, он 6 лет проработал в конструкторском бюро завода «Прогресс». Оглядывая сверху весь стадион, Каноненко сравнивает его по масштабам со стартовой площадкой для ракет. Оказывается, у футболистов и космонавтов больше общего, чем кажется на первый взгляд. Полет в космос для космонавта, конечно, вершина. Вершина его подготовки, вершина его труда. Я думаю, у спортсменов, для кого-то этот чемпионат мира может быть единственным, конечно, человек будет вкладывать все свои силы, все свои возможности, чтобы этот чемпионат не пропустить, попасть в национальную сборную. Когда посол чемпионата мира был здесь год назад, стадион выглядел совершенно иначе. К сооружению купола еще даже не приступали и не было трибун. Сейчас они готовы почти на 100%. Мы находимся на высоте почти 35 метров. Отсюда поле как на ладони. Дело в том, что трибуны спроектированы так, что из каждой ее точки смотреть за игрой будет удобно. Но гораздо интереснее взглянуть наверх. Это купол. Он готов сейчас больше, чем наполовину. Купол состоит из огромных металлических конструкций. Это консоли. Так вот, одну треть такой консоли здесь устанавливают за два с половиной дня. А все потому, что работает 2000 человек. В июне на стадионе займутся полем. Начнут укладывать коммуникации. Дренаж, полив, подогрев. И уже этим летом поле засеют травой. Валерия Макарова, Артем Сулайманов, События. В Самаре открылся легкоатлетический сезон. Старт получился ярким и масштабным. На набережной прошел космический забег. В этом году количество участников превысило все ожидания. Каковы шансы у Самары стать столицей бега, узнала Марина Кравцова. И поехали! Символично. Не после выстрела стартового пистолета, а со словом «поехали» стартуют участники легкоатлетического забега, посвященного Дню космонавтики. В Самаре он проходит уже второй раз. И в этом году невероятно популярен. Участников около 600 человек. Организаторы предполагали, будет в два раза меньше. И на всех желающих даже номеров не хватило. Самые маленькие участники бегут 500 метров. Корпоративной командой 2,5 километра. Для спортсменов-любителей выносливей дистанция 5 и 10 километров. Позволяет вот такому количеству людей проявить свои таланты, пробежаться с утра, ну и почувствовать вообще дух вот этого бегового движения. 5 и 10 километров – это достаточно простая дистанция. То есть это начало сезона. Люди только входят в беговое движение. 10 километров за 40 минут 19 секунд. Достойный результат. Первая среди девушек к финишу пришла Антонина Бондарева из Самары. Тренировалась хорошо, подготовилась. В принципе, нормальный центр. Атмосфера отличная, трасса хорошо, ребята подготовили. Молодцы. Не заблудились мы, все правильно пробежались. Всего же в этом году пробежать по Волжской набережной приехали любители спорта из 31 города России и даже Казахстана. Забег уже можно назвать международным. Погода, атмосфера и трасса на достойном уровне, делятся участники. Погода, скажем так, как раз для того, чтобы показать хорошие результаты. Ветра нету, атмосфера прекрасная, атмосфера праздника. Я считаю, что в Самаре удалось это сделать второй раз. Я надеюсь, что это будет хорошей традицией, что, скажем так, первый старт в области будет начинаться в Самаре. Для самых быстрых приготовили блестящие кубки, но без медали не остался ни один участник космического забега. Так в Самаре открыли сезон. Дальше больше. 13 августа бегуны будут преодолевать настоящую марафонскую дистанцию. В конце мая у нас будет легкоатлетический праздник, фестиваль бега королевы спорта. Планируется в августе соревнование по легкоатлетическому марафону. И в ноябре будет проходить забег, посвященный Дню народного единства. Все-таки движение – это жизнь. А все у нас люди заботятся о здоровье. И утром, вы знаете, бегают на набережной. Забег любительский. И для многих победа просто пробежать дистанцию. Не обошлось без сюрпризов. Спортивную форму некоторые бегуны заменили на карнавальные костюмы. Эту тенденцию организаторы решили продвигать и давать приз за лучший наряд. Марина Кравцова, Максим Гусев. События. Из Стамбула в Самару без пересадок. Официальный турецкий авиаперевозчик Turkish Airlines открывает регулярные рейсы. Раньше летали чартерные, попасть на которые можно было только через туроператора. Первых пассажиров прямого рейса встретила Марина Матвейшина. В аэропорту Курумыч встречают первых пассажиров регулярного рейса из Стамбула в Самару. И по авиационной традиции воздушное судно встречают водной аркой. Это такой аналог салюта, потому что в аэропорту ни шариков, ни салюта, естественно, не предусмотрено. Четыре часа в полете и Боинг 737-800 на Самарской земле. Самолет может вмещать в себя до 180 пассажиров. Сейчас этот рейс дневной, но в будущем вылеты будут по ночам три раза в неделю. Самара стала первым городом в ПФО и десятом в России, куда одна из крупнейших авиакомпаний Европы Turkish Airlines открывает регулярные рейсы после восстановления дружеских отношений между Россией и Турецкой республикой. С открытием международных авиарейсов из Турции возникает возможность не только путешествовать для жителей Самарского региона, но также возникает возможность приглашать наших турецких партнеров на территорию Самарского региона с туристическими и деловыми целями. Аэропорт Стамбула входит в тройку европейских по количеству пассажиров. Это аэропорт Хаб. Он используется как пункт пересадки и имеет высокий процент стыковочных рейсов. Жители Самарской области получают возможность летать из Стамбула по всему миру. И мы открываем для самарцев не только Стамбул, но и весь мир. И Самара открывается для всего мира. Жители всех стран из Стамбула могут совершать полеты в этот город. Турецкое направление всегда было популярным среди самарцев. И в прошлые годы пассажиропоток был довольно высок. Теперь он обещает только увеличиваться, говорят специалисты. Уже сегодня в обратный рейс отправляются десятки пассажиров. Преимущество однозначно есть, что нет пересадки в каких-то других городах. Не приходится ждать рейса следующего. Я считаю, что это очень достойный рейс. Это уже не единственный прямой рейс в направлении Самара-Стамбул. Напомним, две недели назад регулярный рейс открыл турецкий лоукостер. В планах еще один перевозчик – Pegas Flight. Вылеты в Стамбул могут стать практически ежедневными. Марина Матвеевична, Максим Гусев, События. Новое лицо памятников архитектуры. В Самаре закончилась реставрация еще трех объектов культурного наследия. Работу оценивал глава города. В прогулку по исторической части Самары отправился и Андрей Горгуленко. Получи балкона восстановлены. Они были сначала разобраны, и потом заново собрали, заново отлили. А как же вы туда врезались? Есть технология, да? А, все равно. Как будто и не было столетней истории. Здание женской гимназии, дом купца Кудряшова и дворянский дом Решетникова теперь выглядит так же, как и в начале 20 века. Обновленные фасады, окна и отремонтированная кровля. Особую ценность реставрации придает тот факт, что в домах сейчас располагаются школа, детсад и центр детского творчества. Для каждого здания был разработан индивидуальный проект с экспертизами и культурно-историческим анализом. И теперь прохожие смогут любоваться и стилем модерн, и образцами купеческого и дворянского домов. Двойная польза, двойной смысл – это и украшение города к чемпионату мира, и, безусловно, привитие вкуса и интереса к родной истории для детей, которые в этих зданиях учатся. За 16-й год в Самаре отреставрировали 128 фасадов. 28 из них являются объектами культурного наследия. Несмотря на сложность ремонта, реставраторы, приобретая опыт, с каждым разом выполняют работу и быстрее, и качественнее. Хорошая школа формируется, навыки появляются, поэтому в дальнейшем задача по приведению в порядок старых домов, объект в культурном наследии, будет решаться в более сжатые сроки. Я думаю, мы от этого не откажемся, и даже после окончания чемпионата мира по футболу мы будем дом за домом восстанавливать, чтобы Самара выглядела, как действительно жемчужина по ложе. В планах на 17-й год 319 фасадов. Но если, как и в прошлом году, в проект вложатся частные инвесторы, количество зданий увеличится. Андрей Горгуленко, Станислав Левин, События. Самара продолжает преображаться после зимы. На Хлебной площади прошел молодежный субботник. Это генеральная уборка, одна из многих, которые проходят сейчас по всей Самаре. Впереди общегородской субботник 22 апреля. Валерия Макарова продолжит. Утро начинается не с кофе. Грабли, метлые лопаты взяла в руки молодежь, чтобы привести Хлебную площадь в порядок. Здесь почти 200 студентов, которые говорят нет мусору и зимней грязи. Пример нужно подавать. Подавать жителям, подавать маленьким детям. Поэтому каждый, кто здесь находится, пришел не просто так, чтобы показать, что я здесь появился, а именно показать свой пример, что именно так делаю я, значит, и так должен делать ты. Такие субботники проходят под эгидой молодежного движения «Чистый город». Идея в том, чтобы сделать их интересными, а потому на площадке проходят конкурсы, соревнования по количеству убранного мусора и играет музыка. Движение «Чистый город» уже 4 года. В этот раз расширили географию уборки. Молодежные субботники проходят в каждом районе Самары. В этом году гораздо больше площадок. В этом году 15 площадок, которые участвуют в этой акции. Но сохранилась идея акции. Молодежь принимает участие в уборке именно общественно значимых, социально значимых пространств. Это площади, скверы, парки. В очереди на уборку еще парк Гагарина, сквер Кузнецова, Волгарь, аллеи трудовой славы и Воронежские озера. Виктория Шарая, Валерия Макарова, Василий Колдашов. События. Наводить порядок коллективам в 100 человек. И быстрее, и веселее. Активисты программы «Чистый город» убрали сквер на пересечении Мичурина и Московского шоссе, который в будущем будет носить название «Молодежный». Под задорную музыку и работа спорится. В этом убедилась Марьяна Мирная. Чистота начинается с самого себя. Сотня студентов Самары закатала рукава и вышла на уборку города. Ленинский район для них родной. Здесь они живут, учатся и готовы прикладывать усилия, чтобы помочь городу преобразиться. Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Если мы будем продвигать эту инициативу в молодежи, так сказать, в массы, то, я думаю, мусора станет меньше. На самом деле, мне очень приятно здесь находиться. Я пришелся со своими одногруппниками убираться под музыку, попить чай элементарно и навести порядок в центре города. Да и к тому же в этом районе я живу, поэтому мне будет тоже очень приятно. Сквер на пересечении Мичуриной и Московского шоссе никогда не был особенно популярным, скорее проходным. Теперь же ему дадут название «Молодежный». Именно поэтому студенты с таким энтузиазмом вызвались привести в порядок место своего будущего отдыха. И даже планируют обустроить его по-новому. Я думаю, это некая фотовыставка, необычная, с некоторыми использованием технологий, не могу пока сказать каких. Это, например, к примеру, может быть использование теплых лавок. Своими силами, по своей инициативе они посчитали, что им это интересно, это нужно. Нужно привлекать как можно больше людей к субботнику, к благоустройству города. А начинать, естественно, нужно с себя. Программа «Чистый город» работает в Самаре с 2013 года. За это время число парков и скверов, где наводят чистоту студенты вузов и колледжей, выросло в два раза. Сейчас их 15. Идея акции такова, что молодежь приводит в порядок такие объекты, социокультурные объекты в городе, парки, скверы, аллеи, площади, где они потом летом отдыхают, гуляют, играют в футбол, занимаются другими видами спорта, катаются на роликах, на велосипедах. И тем самым они вносят свой вклад в благоустройство территории города. В этом сквере два года назад установили табличку в честь 70-летия Великой Победы. И активисты программы «Чистый город» обещают, что аллею памяти будут поддерживать в чистоте не только во время субботников, но и на протяжении всего года. Для того, чтобы навести в собственном городе порядок, нужно всего лишь четыре компонента. Три из них, три у чистоты, находятся у меня в руках. Это лопата, грабли и метелка. А четвертое – это хорошее настроение и желание привести город в порядок и сделать его еще более прекрасным и красивым. Марьяна Мирная, Артем Сулайманов, События. Флип – это второй по сложности прыжок в фигурном катании. Его именем назвали свою детскую мечту участники клуба фигурного катания для взрослых. Второй – отчетный концерт клуба состоялся на прошедшей неделе. Почему в этом виде спорта главное – научиться падать, расскажет Инесса Панченко. Лара Гурова – ведущий экономист Ракетно-космического центра. О фигурном катании мечтала с детства, но тогда не было ни возможности, ни физических данных. Все случилось в 45 лет, когда друзья в шутку подарили на день рождения коньки. Вначале казалось, до каких-то спортивных успехов, как до космоса. Все изменилось, когда ушли страх и неуверенность. Первый шаг – идет волнение. На лед всегда выходишь – волнение. Потом идет потрясающая радость. Такой идет драйв – не слышишь музыку, не видишь ничего вокруг. Получаешь огромное-огромное наслаждение. Фанаты фигурного два с половиной года назад катались в Самаре где и как могли. На счастье, в этом коллективе нашлась энергичная девушка Екатерина Филатова. Она и организовала этот клуб единомышленников. Желающих реализовать детскую мечту набралось 16 человек. Я сделала это для себя любимое. Мне очень хотелось кататься, поскольку никто не принес мне его на блюдочке. Я сделала это для себя, но я не одна. Нас очень много, мы все дружим. Мы все катаемся вместе, мы весело проводим время. Поэтому, конечно, немножко и для них. Архитекторы, переводчики, музыканты и даже летчик. Вне льда они серьезные люди. На катке веселятся и фантазируют, как дети. За два с половиной года девушки завоевали на российских любительских соревнованиях 23 медали. Сами шьют костюмы и изобретают образы. Своим упорством флиповцы вызывают уважение своего тренера. Иногда я ухожу из тренировки, что все плохо, что все ужасно. А на следующий день они с новыми силами идут вперед. Просто это детская мечта, которым они мечтали с детства. И вот сейчас она осуществляется. Сегодня в клубе больше 40 человек. Прыгнуть флип – не главная цель фигуристов. Главное – никогда не поздно реализовать то, что когда-то казалось невозможным. А какой самый сложный элемент можно освоить? Главное – научиться падать. Серьезно? А что в этом сложного? Смотреться. Так. Мне кажется, самый сложный элемент я уже освоила. Остался флип. Инна Сапанченко, Константин Головин – событие. На этом наш выпуск завершен. Отличного вам настроения. Хороших выходных. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова